итак всем привет камрады с вами камаз и сегодня записываю новое видео по игре resident evil village данное видео я записываю по просьбе подписчика и в этом видео я вам покажу несколько вариантов настройки графики в данной игре для слабых компьютеров для средних компьютеров и для мощных компьютеров и так давайте сейчас будем приступать но прежде чем я приступлю попрошу вас авансом поставить лайки подписаться на канал оставить какие-то комментарии и посмотреть также мои видео по играм на канале довольно таки много видео по оптимизации разных игр итак первым делом мы будем посмотрим пресет для слабых компьютеров поставим предустановки на производительность то есть это пресет по умолчанию для слабых компьютеров и посмотрим как это будет выглядеть графика с таким пресетом и что можно будет с этим сделать я уже здесь похимичил настройки я уже видел как это выглядит да и что можно получить после при этом fps будет даже выше чем минимальный пресет значит система моя ipad 9400 16 гигов оперативки rtx 2060 ssd жесткий диск и full hd монитор 1920 на 1080 так немаловажный момент для того чтобы получить хороший fps вам нужно скачать самые новые драйвера для вашей видеокарты а также установить самую последнюю версию данной игры у меня самая последняя версия игры и здесь вот добавили вид от третьего лица изначально когда только она вышла был вид только от первого лица вот как раз таки я проходил игру от первого лица сейчас от третьего лица вот будем смотреть как это будет выглядеть итак в общем поставили минимальный пресет и будем заходить в игрушку так продолжить посмотрим тут кстати товарищи разработчики очень хорошо постарались я посмотрел fps намного лучше чем был на релизе то есть игру хорошо пропатчили очень хорошо оптимизировали так ну в общем смотрите это минимальный пресет минимальной настройки производительность это грубо говоря для слабых компьютеров настроечки ну в общем обратите внимание на стене на стене видны очень хорошо пиксели трава такая прям вот на здании сухая тоже вся в пикселях волосы тоже в пикселях давайте еще осмотримся ну вот смотрите здесь деревяшки тоже в пикселях ступенчатость видна очень такая ну прям такая прям размыленная ступенчатая графика то есть под слабые компьютеры давайте сейчас я выйду наружу посмотрим как там общее окружение смотрится так открываем дверцу ну там прям вот вы смотрите сразу в глаза бросается вон вот такие вот у нас пикселя тем не менее ну да еще вот здесь все ну выглядит стремновато значит у нас смотрите 140 fps fps достойный я думаю нас ли на слабеньких видеокартах играться будет быстро но смотрится это реально отвратительно даже вон смотрите водичка она вся в квадратиках в пикселях то есть настройки стрёмные можно было сделать лучше и сейчас я буду вам это показывать напоминаю то что сейчас будет настройки для слабых компьютеров и так для того чтобы нам поправить картинку мы заходим в настройки а давайте сейчас запомним сколько там у нас был фпс ну вот здесь я стою на месте со 140 140 145 так настройки экран и давайте побежим вниз так значит разрешение у меня стоит full hd 1920 1080 это мы оставляем частоту обновления оставляем также который как у вас на мониторе максимальная перемена частота кадров вертикалку я всегда оставляю на включенном рекомендую вам также это сделать значит fidelity у нас стоит выключен режим отрисовки чередования смотрите мы меняем режим отрисовки на обычный потому что чередование он будет как раз таки вот это вот ступенчатый давайте нечеткую картинку далее в качестве изображения стоит один так мы его оставляем на слабых компьютерах долите далее вот этот вот касс он включен мы оставляем его включен данный параметр повышает резкость изображения далее сглаживание стоит т.а.а. а мы его чуть-чуть поднимем до fx а а плюс т.а. а смотрите дальше шейдинг стоит на производительность мы его вообще полностью отключаем так далее качество текстур стоит 0 5 поднимаем до 1 гигабайта фильтрацию текстур стоит трилинейная мы поднимаем также на высокую это дает четкость нашему изображению качество сетки стоит на низкой это как раз таки у нас модельки модельки мы должны поднять чтобы у нас хорошо это выглядело ставим на высокий максимальный смысла нет ставить потому что у вас слабенький компьютер и у вас будет фризить ну трассировку лучей естественно мы не трогаем потому что компьютер у нас слабый дальше затенение выключено 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 так тоже выключено качество теней можно чуть-чуть прибавить до средних не ну хотя хотя наверное лучше оставить на низких потому что компьютер слабо если тени довольно таки много же вот ресурс ну посмотрите на своей системе можно как бы их поднять будет если я же будет слабенький fps далее тени выключены кэш включен свечение выключено блики выключены зернистость выключена глубина резкости выключена аберрация включена почему-то на низком но мы ее также выключаем она нам дает лишь только мыло вот это мыло это мыло это мыло так все смотрите значит все мы здесь прошлись и смотрите что у нас из этого получилось помните 140 141 fps да и ну была стру жесткая ступенчатистые квадратики давайте посмотрим сейчас что у нас получилось ну собственно вот как видите никаких квадратиков в кадре нет река выглядит прекрасно помните там все было таких в квадратах в ступеньках давайте посмотрим вот здесь вот у нас тоже было стрёмно смотрелось тут уже тоже квадрат никаких нет но естественно качество графики вот смотрите качество график реально выглядит хорошо это минимальный пресет который я сделал то есть изначально пресет по умолчанию просто выглядел отвратительно вот те же самые кадры 140 вот я здесь стоял да и вот такой вот прекрасное качество графики то есть вот так вот можно проходить игру свободно и в полной мере наслаждаться этой графикой и сюжетом вот особенно я думаю фанаты резидент и был любят данную серию игр и как раз вот такие для них эти будут настройки очень полезны потому что мало того что хороший сюжет главный ну точнее хороший сюжет это хорошо но еще нужно чтобы была хорошая графика так ну в общем смотрите на этом пресете все прекрасно работает монстраки бегают 120 fps то то есть на слабом компьютере вот я думаю с такими настройками будет все у вас прекрасно выглядеть и все прекрасно работать то есть вот так вот далее значит будем делать пресет на компьютере средний вот как вот на мой то есть сейчас посмотрите что я вам сделаю опять начнем участок заново так значит чего у нас здесь продолжите мы сейчас опять там же окажемся очень кстати понравилась эта игра вот прям тут немного разных боссов историй это но тут также в этом в последней версии есть дополнение путь розы как-то он там так называется вот ну игра про мне зашла честно говоря так что никто не играл рекомендую обязательно не поиграть так далее значит делаем пресет на средний компьютер вот на такой как у меня для этого заходим опять же в настройки в конфигурацию и покрутим чуть пониже для того чтобы получить прям хорошенькую картинку нам нужно включить dsr степень dsr режим от nvidia я во многих видео уже показывал как его включать так что смысла сейчас показывать нету у меня сейчас он включен напоминаю что dsr это фейковое разрешение 4k то есть у меня монитор поддерживает 1920 максимальное разрешение а этот режим мы позволяет применять фейковое разрешение и поднимать разрешение там до 2 560 до 2 800 и там выше 3 с чем то то есть до 4k вот при этом картинка выглядит хорошо так смотрите в общем на своей системе вот на этих настройках я ставлю разрешение 2к 2 560 на 1440 чтобы была хорошая фпс у меня и хорошая картиночка так до сохраняем и крутим дальше значит при это значит оставляем вертикалка включена смотрите вот на среднем компьютере стоит включить точнее сейчас я вам покажу как будет с и без то есть пока мы не трогаем вот это вот фиделити будет стоить у нас на выключенном то режим отрисовки обычные качество 1 значит резкость поднята сглаживание здесь я сглаживание чуть уменьшу потому что повышение разрешения новым как бы компенсирует это сглаживание то есть а при включенном максимальном сглаживание и высоком разрешении будет такая подмыленность я подмыленность не люблю так что вот это лайтовые ставим сглаживание т.а.а. далее значит шейдинг не включаем текстуры мы поднимаем до максималок до восьми фильтрацию оставляем на 16 сетку оставляем на высоких трассировку я не включаю потому что система у меня не потянет нормально эту фигню вот но как бы еще трассировочка дает нам не очень хорошую картинку в том плане что добавляет мыльца дальше значит затенение ставим на какао значит здесь мы ставим на включенные тут тоже включаем ставим высокие рассеивание мы не включаем потому что придает мыло качество теней поднимаем до высоких дальше контакте эти�� подключаем Кэш оставляем, свечение включаем Блики включаем Зернистость не включаем, дает только мыло Глубину резкости не включаем, дает только мыло Линзу не включаем, дает только мыло Так, вот, собственно, вот на такие вот высокие настроечки Сейчас я покажу, как вот моя система, это дело работает на ней Посмотрите, какая будет графика Это вот на средних компьютерах я вот себе вот такое вот ставил И играл, проходил Собственно, вот, я вам говорил по поводу фиделити, да Вот смотрите, без фиделити, как бы, такая картинка хорошая Но есть мыльцо в кадре, то есть вот это вот наше разрешение настоящее Оно не очень смотрится Давайте выйдем Ну, плюс еще у нас, видите, 80 фпс, да, здесь сейчас Давай выходим Так, ну смотрим Тут все прекрасно, все хорошо отрисовано Вот, графон нехороший, 70 фпс, но слабовато То есть моя система вот так вот уже это дело нормально не тянет Хочется выше А для того, чтобы получить здесь у меня на моей системе хороший еще фпс повыше Мы включим фиделити Он нам, своим искусственным интеллектом сделает красивое качество графики При этом он поднимет нам фпс И причем, кстати, вот мыла не будет Я даже был удивлен Что вот как раз таки на высоком разрешении На фейковом высоком разрешении С включенным ультракачеством Качество графики смотрится лучше Нежели если бы мы поставили высокое разрешение И был отключен фиделити Так, давайте просто посмотрим Не знаю, видео передаст или не передаст Но давайте зайдем, посмотрим Ну вот, собственно, да То есть никакого мыла Фпс у нас поднялся почти что до сотки Вот на таких настройках я вот игрушку запускал Проходил вот здесь Сейчас давайте подальше пробежимся Посмотрите, вот все хорошо работает То есть если у вас вот такая система, как у меня Это вообще средненький компьютер Вот, сотка Ну вот видите, там видюшка работает до отсечки Там процесс там тоже хорошо нагружается Все работает хорошо То есть вот отличное просто качество графики Играешь, радуешься, глаз радуется То есть вот так Убьем этих гаденышей Немножко постреляем Чтобы показать, что все это хорошо работает А не просто на каком-то участке Ну тут участок такой довольно-таки хорошо Такой нагруженный Тут много всяких и монстров И зданий, то есть И деревьев так Опа-па-па Сейчас, наверное, кряк Грохнут Ах ты сученыш Бля, хомуха Ну, короче, да Что-то я не рассчитал Просто Ой-ой-ой Что-то сейчас я подохну Ну, в общем, все видно То есть как бы все работает хорошо И вот такие настройки я рекомендую вам поставить Будет у вас тоже так прекрасно все работать И графика будет хорошая, красивая Так, давайте выйдем И сейчас я покажу максимальное качество графика Которое можно получить Ну, а для этого у вас должен быть хороший компьютер Помощнее, чем вот то, что у меня Для тех, кто хочет красивую графику И кому не нравится мыльная картинка При этом у них хороший компьютер Так, значит, для этого сейчас мы опять зайдем в игрушку Так, продолжить Опять вернемся на тот участок Так, окей, продолжаем Так, значит, теперь сейчас будут настройки для мощных компьютеров Так, заходим в настройки Значит, экранчик крутим вниз Поднимаем фейковое разрешение до 2880 Крутим дальше Переменная, все оставляем включенное Здесь можете убрать на выключенный Если у вас очень крутой комп Либо оставить на ультракачество Потому что ультракачество, мне кажется, лучше выглядит здесь Нежели настоящее разрешение Далее Крутим ниже Оставляем высокое Высокое Так, сетку поднимаем до максимум Трассировку лучей Сейчас что-то, правда, потерял я ее Так, трассировку лучей Да что такое? Включилась, не включилась? Не включилась Не включилась Почему не включилась, не пойму А, я вспомнил Да, трассировка лучей Это включится только Если выйти из игры Я знаю, насколько я помню А, нет, все-таки включилась Да, включилась Так, значит, глобальное освещение Не помню Так, да, высокое остается Тоже высокое Оставляем выключенное Значит, здесь у нас Включено Высокое Выключено Высокое Включено 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 И это все выключено Это дает мыло То есть, вот так Вот, ну вот, смотрите Сейчас я отключу Фиделити И прям будет жесткая просадка Без фиделити нашего Так, смотрите Видите, с каких упало 23 фпс То есть, здесь вот это У нас Качество графики Хорошее Но для этого Должен быть Мощный комп Давайте выйдем Посмотрим, как это выглядит Ну, собственно, вот Мой комп уже Это дело не тянет Выглядит хорошо Плюс включенная Трассировка лучей Если вот сейчас Давайте Выключим Режим Фиделити Посмотрим Прибавочку Фпс Изменится ли Качество графики Так, минутку Так, значит Фиделити мы Ставим на ультра Качество И посмотрим Ну, собственно Как бы Особо сильно Не прибавилось Ну вот Ну, то есть Вот это настройки Для мощных компьютеров Вот поставить И будет хорошая Красивая графика Плюс ДСР степень Фейковый режим 4К Поднимает Контрастность Поднимает резкость И преображает Картинку Собственно Вот такие вот Настройки Я вам показал Спасибо за просмотр С вами был КамАЗ Подписывайтесь на мой канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok